Утро доброе, уважаемые присутствующие. Я хочу сказать большое спасибо за приглашение, за возможность выступить со своей презентацией. Я хотел бы отметить то, что формат конференции достаточно интересной и организованной. Очень здорово то, что у вас перед каждым экраном. Я хотел бы поговорить о методе инкрементального повышения добычи нефти посредством закачки воздуха. Я хотел бы отметить, что в последние годы закачкой воздуха занимались институты, которые четко понимали, что они делают, и, естественно, корпорации, которые имеют соответствующий опыт, будь то ОМГС-корпорация в Индии, континентные ресурсы в Соединенных Штатах Америки, ОМВИ в Румынии. Технологии же, необходимо отметить, не получилось широкого распространения. Надеюсь, что смогу продемонстрировать и вам эффективность этой технологии. То есть презентация будет совокупная, как техническая сторона будет представлена, так и финансовая, для того, чтобы показать вам эффективность данной технологии. Буду следовать такому формату, вот это цели, которые хочу достигнуть в ходе выступления на экране. Я хочу обсудить различные варианты использования повышения нефтедобычи в истощенных нефтяных месторождениях. Дальше буду говорить о том, как необходимо организовывать скрининг и изучение этих резервуаров на предмет применения данной технологии. Очень важное большое количество людей неверным образом характеризуют особенности процесса. Я хочу также показать то, что на сегодняшний день накоплено достаточно знаний для того, чтобы четко суметь показать и финансовую, и техническую реализуемость, и привлекательность данной технологии. Далее, следующий аспект. Не видел я этого отображения в литературе. Мы будем говорить об операционных рычагах или способах, как обеспечить прибыльность соответствующих операций. Видите, я один из первых выступающих, и я хочу показать о том, как деньги зарабатывать, используя эту технологию. Если смогу это донести, или наши коллеги другие смогут это довести, это означает, что применение подобной технологии будет расширяться. Понятно, что вы каждый сам самостоятельно будете принимать это решение. Ну и последний пункт, на котором я хотел бы остановиться, это соответствующая площадка нефтедобычи в Южном Техасе, куда я сам деньги инвестирую, показывает, насколько эффективно добывать нефть при текущей цене на нефть. Вот, соответственно, вот в этом разрезе хочу вам показать эту технологию. Давайте теперь поговорим о закачке воздуха. Каковы ваши варианты для увеличения нефтеотдачи на истощённых резервуарах? Я общался на Ближнем Востоке с людьми, некоторые мне говорили, «Слушайте, давайте в этом резервуаре, в какой-нибудь ЦСС организуем или какой-либо другой циклический процесс. Если не знаете или забыли, давайте напомним, что любые, никакие процессы стимуляционные не могут иметь места в состоянии низкого давления». Соответственно, использование технологии, даже на это думать об этом не стоит. Относительно заводнения, вот соответствующие уравнения, показатели вертикальной и прочего вытеснения, и мы видим то, что фактор эффективности вытеснения оказывается ведущим. Далее, на что обращают внимание в первую очередь люди, это обычно закачка полимеров. Если мы начинаем с низкого насыщенности, насыщения сфорацией, мы посмотрим на остаточную нефтенасыщенность в случае полимера или заводнения, и мы смотрим на соответствующие высокие уровни насыщенности, насыщенности мы начинаем с 50%, означает, что эффективность вытеснения будет составлять порядка 30%, а это же будет низко. Почему? Потому что это 50 минус 35, деленное на 50, а это, соответственно, даст вам показатель эффективности вытеснения достаточно низким. Надо иметь в своем распоряжении нечто получше. Ой, большое вам спасибо. Чудно. Замечательно. Я так думаю, вы считаете, что я знаю, как пользоваться данными технологиями, да? Ну ладно, давайте. Следующее, о чем люди говорят, это говорят о том, чтобы СО2 закачивать в эти резервуары нефтяные. Когда посмотрите на политики, связанные с закачиванием СО2, ответственность к вопросам окружающей среды, это, конечно, все красивое. Но давайте посмотрим об эффективности нефтедобычи. Вот эта информация Национального нефтяного совета Соединенных Штатов Америки. Вот изучили плотность нефти, классифицировали там меньше 27, 27, 30 градусов API и выше. И мы видим то, что минимальное давление для смешиваемости, о чем это говорит, что вам необходимо минимум 1100 PSI. Это приблизительно 850 kPa для того, чтобы получить миссивилити смешиваемость. У очень многих резервуаров такого нет. Соответственно, если вы думаете, что, опять-таки, это говорит о том, что такой смешиваемости в подобных резервуарах, то еще нахождать не приходится, ничего не имею против закачки химических элементов и химикатов. Однако, необходимо сразу отметить то, что закачка химических компонентов является самым сложным процессом в методах МУН. Ну, а потом, посредством абсорбции, это 90% вашего закачиваемого из субстанции может быть потеряно. Плюс, приходится беспокоиться о том, чтобы разрушать достаточно стабильные водонефтяные эмульсии, которые производите. Другими словами, это все непросто. Теперь давайте посмотрим, обратим внимание на закачку пара. Если нефтенасыщенность низкая или истощенный резервуар, то необходимо помнить о том, что если содержание нефти достаточно низкое, необходимо, чтобы скважины были достаточно далеко друг от друга. А если так, то как вы будете пар в парообразном состоянии и будете доставлять до разных точек в пласте, соответственно, тут и пар для вас не окажется наиболее эффективным решением? Понятно, можете меня покритиковать по этому поводу чуть позднее. Но вот этот слайд несколько раз показывал в своих презентациях. На сегодня я говорю о закачке воздуха. Это характеристики резервуаров, в которых закачка воздуха показывала достаточно эффективно. Когда мы смотрим первый график, проницаемость сверху слева, мы видим достаточно разное. В Канаде 100 тысяч сантиметров из нефти на месторождении использовалось закачка. Достаточно эффективно, если посмотреть на глубину, видите, от очень неглубоких залеганий до почти 12 тысяч фут. Ну, а также необходимо помнить о толщине соответствующей формации. И, соответственно, мы посмотрим на разнообразие, вот я вам показал, где эта технология показала себя как эффективная. В университете Калгари провели мы тест по горению. И использовали САГДИ с закачкой воздуха. Соответственно, пошел, пробурил в соответствующую... После 7 лет САГДИ пробурил в соответствующую скважину, обнаружил то, что у нас было 20% нефтенасыщенности и порядка 11%, извиняюсь, наоборот, 11% наверху, 20% внизу. Соответственно, я решил провести тестирование в трубке горения, начиная с 11% нефтенасыщенности в трубке. Хотел посмотреть, какова будет эффективность вытеснения. Вот, соответственно, температурные профили, видите, начиная с 11% мы начали и все равно добывали. Когда мы трансформировали, конвертировали данный фактор добычи, тогда вы видите, что потребляемая, затрачивая сгораемая нефть составляет порядка 9%, соответственно, должно быть больше этого, чтобы быть эффективным. Дальше провел тест, который не могу сейчас вам показать и не публиковать, начиная с 5% нефтенасыщенности, и тем не менее, посредством внутрь пустого горения мы были способны вытеснять и эффективно вытеснять нефть. А теперь, завершая эту часть презентации, хотел бы отметить то, что закачка воздуха оказалась очень эффективна, как вторичный процесс нефтедобычи, и третичный также, я говорю, успешно, под успешное подразумевание техническое, финансово эффективное. Вот это для того, чтобы, скажем, контекст задать. В тех резервуарах, в которых имеется низкая нефтенасыщенность, низкое давление и так далее, достаточно мало других технологий, которые могут быть конкурентоспособны с закачкой воздуха. Теперь хочу поговорить о скрининге или исследовании резервуаров на предмет использования закачки воздуха. Я считаю, что, предварительно скажу, что практически любые резервуары под это подходят. Говоря о процессе, я не считаю, что какие-то статические характеристики резервуаров имеют значение. Первая моя работа в Канаде – это проекция BP. Если следовать только статическим характеристикам резервуара, то к этому бы даже не приступать. Статические критерии не отражают каких-то существующих инфраструктур, не отображают ни цены на нефть, ни каких-то налоговых аспектов. Но самое важное, чего мне хотелось бы, чтобы вынесли из этой презентации, это операционные контроли и рычаги, из которых вы можете использовать при закачке воздуха для оптимизировать прибыльность своей операции. Вот соответствующая последовательность, которую я использовал. Хотел показать, каким образом последовательность наших шагов, естественно, если чего-то будете изучать необходимые характеристики для начала, знать пластов и жидкостей. Естественно, очень важно, чтобы были эффективные, быстро развертываемые модели механического тиснения нефти. Может показаться сложным, однако, когда покажу, вы увидите, как это быстро. Дальше необходимо понимать о параметрах горения, покажу соответствующие ресурсы, как вы можете получить быстрый подобный доступ. Но и самое важное, вам необходимо подготовить полномасштабный план развития всей залежи, всей соответствующей территории. Потому что, если вы изначально планируете работу, тогда вы сможете эффективно отрабатывать, отыгрывать все те инвестиции, которые вы делали в инфраструктуру. Потому что, как в самом начале выступающий говорил, речь идет о том, чтобы деньги зарабатывать. Ну а дальше, понятно, и соответствующая экономическая составляющая, и приведенная стоимость, и различные другие показатели должны быть рассчитываться. Ну а дальше необходимо достаточно быстро прийти к этим показателям. Потому что необходимо анализировать сразу, с разреза того, как из всех этих инвестиций заработать деньги. То есть это должно быть очень четкий проект в самом начале операции, как финансовый, так и технический. Понятно, тут и лабораторные, и симуляции должны проводиться заранее, для того, чтобы понимать. Хочу поговорить о параметрах горения. На случай, если нет детального такого знакомства с существующей литературой, вот это есть исследование, достаточно много работы с тех пор университет Калугори сделал. Но если не видели эту работу 1974-го года, господин Гарун и господин Вигау провели работу с 9.6 ультра-тяжелой нефти до 48, что и градусов API, что очень легкие, соответственно. Достаточно системное параметрическое исследование. Ну и использую подобную информацию для того, чтобы даже в самых сложных условиях показать, как технологии могут применяться и способствовать тому, чтобы деньги зарабатывают. Вот приведу некоторые... Вот это как бы та еще работа, которая была выполнена, которая говорит о том, каким количеством нефти приходится пожертвовать при соответствующих методах. Мы видим разные нефти, и, соответственно, если в воду добавляете, каким образом это влияет на ту часть нефти, которая сгорает при соответствующем внутрипустовом горении. И, соответственно, технология покажет, что она работает другими словами. Если вы сжигаете... Сколько вы сгораете на кубический фут, это логарифмическая функция вязкости нефти, и дальше формула, видите, на экране. Относительно предсказаний, прогнозирования того, что будет. А также относительно того объема нефти, который вы будете сжигать, вам необходимо понимать, сколько вы и воздуха будете закачивать. Требование воздуха – это количество... Воздуха, которому необходимо на кубический фут породы, и, соответственно, используется такой показатель, как соотношение воздуха к соответствующему горючему. Это то, что вы сжигаете. Как вы здесь видите, с точки зрения сжигания топлива и количества воздуха, которого вам для этого необходимо, это очень-очень плотный график такой, который показывает о том, что для разных видов нефти, как она ведет себя, а поведение очень часто бывает похоже, но у вас должны были определенные тесты провести для того, чтобы была вот такая корреляция. Вот теперь посмотрите. Но вот посмотрите, трудно для зрительного восприятия. Но что я вам хочу здесь на этом слайде посмотреть, вот в этой колодке, посмотрите. Вот прямо вот здесь. Это активация энергокислорода, которая делится на универсальную газовую постоянную, и она показывает вам, может ли у вас произойти спонтанное возгорание по этой формуле или нет. И все, что я сделал, это вот здесь, чтобы сказать вам и показать вам, что у нас есть достаточное количество знаний уже накоплено для того, чтобы сделать достаточно хорошую, качественную работу в резервуарах, используя этот метод воздухонагнетания. Итак, еще раз. А теперь я хотел бы чуть-чуть поговорить по поводу следующего и посоветовать кое-что, что надо делать, что не надо делать, и наиболее такие практичные подходы к этому в модели замещения. Модель вытеснения. Это эмпирическая корреляция, которую мы разработали. Это вот две из них, два метода эти. И есть механистический подход также. И первый был, который был разработан, Брингу Сатна Солиманом, это было Министерство энергетики Соединенных Штатов. Она использовала это для своих моделирований. У них была огромная программа в этой области. Но я не рекомендую вам эту модель. Асимптотические приближения, которые не сделаны, они были неправильными, выводы, к которым они пришли. А вот вторая здесь, это довольно полезная. Давайте посмотрим, каким образом она работает. И вы увидите о том, что вы можете получить хорошую информацию. Вот, посмотрите, первое, что было сделано. Это модель Брингу Сатна Сольмана. Они собрали все данные. И вот здесь, вот тут, что я вам здесь показываю, это эквивалент тому, что вы подразумеваете соответствие сожженного объема, сгоревшего объема. Но даже если вы пройдете по всему закономерности вот этого, и вы все сделаете, вот это вот, все то, что они рекомендуют, вы не получите всю ту нефть, которую вы хотели извлечь. Я не рекомендую вам использовать эту модель. Она дает мне параллельные предсказания. Вот это было сделано Стартфордском университете. Они произвели опыты горели, несколько тестов провели. И они вот сделали вот эти кривые извлечения для количества сгоревшей породы и той нефти, которая была извлечена в результате этого подхода. Они получили вот такие графики. Они отлично работают, эти графики. Ну, конечно, до определенного предела. А вот это вот то, та модель, которую я предпочитаю. И вот она используется на Баженовом месторождении. И что они делают? Они пытаются механизировать процесс. Очень хорошо, когда вы делаете симуляцию, когда вы делаете моделирование. Но у вас же есть, так сказать, денежные вопросы тоже. Вы должны очень четко установить, что вы получите, если вы будете применять те или иные методы. Вот посмотрите. Эта схема показывает то. Вот посмотрите. У вас здесь азот, СО2. Посмотрите, каким образом распределяется течение газового потока в зависимости от того, каким образом они взаимодействуют с горячей водой, с нефтью и горячей водой, которая протекает по нижнему уровню. В этой модели вы можете видеть, каким образом ведет себя остаточный нефть, как она взаимодействует с паром, каким образом она взаимодействует с горячей водой. И результаты будут прекрасны. Посмотрите на две последние модели. А, вот я что-то пропустил. Да, да, да. Вот посмотрите здесь. Итак, это модель СУПРИ, так называемая. Это для единственного только примера. Соответственно, уровень насыщения нефти, каким образом выглядят эти графики. И это механистическая модель справа. И очень важно, чтобы я объяснил вам следующее. Вот что. Вот эта механистическая модель здесь, она предсказывает то время, когда вот эта зона пара начинает вырваться из скважины. когда это происходит, когда этот пар вырывается, то вот это вот участок графики длится очень длинное время. И это очень важный момент улучшить ваши финансовые показатели вот на этом участке графика. И это вам дает очень хорошее представление то, что происходит, и вы получаете представление о том, насколько вы контролируете процесс, который происходит под землей. И плюс к тому, что я вам уже показал, касающиеся вот этой зоны пара, эта графика также позволяет вам рассказать распределение температуры. И вот это объем сгоревшей породы, это температура, и вы увидите, вот она, нагревающая зона на переднем фронте, это оригинальная предвеначальная температура. Если вы начнете закачивать воду, добавлять в резервуар за зоной горения, это вам даст вам дольше, большей протяженности фронт пара, и это оптимальное соотношение воды, если вы слишком много воды нальете туда, то у вас температура начнет падать, и процесс не пойдет. Вот очень важно, почему это финансовые точки зрения. А теперь посмотрите, вот фотография, которую я сделал на мистическом суп-лаку-де-Бракау, и большое спасибо, что они мне показали все это, объяснили. Это пар. который как раз выходит из скважины, там очень много пара выходит иногда, то есть вы должны понять, что это происходит. Если цена нефти очень высока, вы можете продолжать выработку пара. Если цена нефти низкая, нет, не пойдет, не получится. То есть вот это то, что влияет на ваши финансовые показатели в конечном итоге. Еще что нам нужно при скрининге. Я сейчас поговорю о таких так называемых обратных закономерностях. Если вы посмотрите техническую литературу, там очень много говорят о порядке где-то достаточно больших показателей. Посмотрите на графики. Вот эти закономерности, которые в коротком диапазоне, они все-таки возможны. Вот эта работа, которая проводилась где-то примерно в 59-м году Кортлодом и Уайтом, которая как раз, вот посмотрите здесь на горизонтальных вертикальных осях основные параметры, и если вы оцениваете этот коэффициент подвижности, то это как раз то, что происходит. Мы беспокоимся только вот этим участком кривой. Это как раз именно там, где начинается подвижка нефти при воздухонагнетании. И если вы посмотрите вот эти вот процессы симптотически будут протекать, то они протекают в этом порядке до 40%. Если вы используете горизонтальные скважины и соответствующую вот эту закономерность, у вас не будет больше 40% эффективности нефтеизвлечения. Если же вы можете при использовании соответствующих формах рассчитать все необходимые параметры. А что я сделал? Я посмотрел внимательно литературу, я прочитал все публикации на эту тему, и я что в среднем зона горения занимает где-то примерно 11,5 футов. Я использовал это в своем анализе для того, чтобы убедиться о том, что у меня достаточно консервативные оценки использовались. Ну и наконец пара еще, которую вам тоже необходимо знать. Это скорость нагнетания воздуха. Вы рассчитываете сколько вам необходимо воздуха. Это метод разработан Несеном и Нилом, то есть для того, чтобы шло устойчивое горение. И есть один момент здесь, это то, что вам необходимо ограничивать давление нагнетания воздуха в зависимости от финансового и конечно же не забывая финансовую сторону дела. Вы не можете проверить основные параметры. В зависимости от того, вот посмотрите здесь стандартные модели, которые мы используем и соответственно давление на квадратный фуд. Это данные, которые я получил использовать на моих личных исследованиях. И в данном случае вы можете продолжать работать вот с потоком, который ведет себя вот таким образом. И вам это в конечном итоге, если вы будете эти методы нормально использовать, вы достаточно хорошо можете предсказывать не только нефтеотдачу, но и финансовый результат, который на собой повлечет. Итак, экономические также рычаги, которые мы используем, какие именно параметры вы можете контролировать для того, чтобы улучшить экономические показатели данных процессов. Первое, что мы используем здесь, это, конечно же, нормальное размещение скважин, распределение скважин. Это очень важно, потому что те скважины, которые вы используете, каким образом вы их расположаете, если вы их правильно пробудете, соответственно, затраты капитала будут оптимизированы. В зависимости от того, по какой схеме вы будете бурить. Еще что может быть не совсем понятно, это то, что я... Вот посмотрите, второй пункт здесь. Более поздние нефти, которые будут извлечены в результате процесса горения, они гораздо более дорогие, чем первые объемы нефти, которые вы извлекаете. Через минуту я вам один график покажу, который вам это показывает. Вам вполне может понадобиться о том, что процесс прекратить раньше, для того, чтобы финансовые параметры были хорошие, потому что более поздно извлеченной нефти является более дорогой. Это очень важно. Особенно тогда, когда мы используем в расчетах это сочетание пропорций сгоревшего топлива и воздуха. Вот посмотрите здесь, вот они графики, вот те расчеты, которые мы сделали для одного примера. Вот смотрите, это коэффициент извлечения нефти и соответственно временные показатели. Я очень много не говорю на эту тему говорить, но несколько важных моментов я должен сказать. Вот эта голубая линия, это там, где выход нефти после того, как начинает работать пар, это скорость воздухонагнетания, согласно расчетам Нельсона и Макнила. Вот смотрите, вы двигаетесь, двигаетесь, а потом вы переходите в постоянную какую-то фазу, а потом начинается спад. В соответствии с тем планом, который вы разработали, считаете его оптимальным. Вы, конечно же, не хотите, чтобы у вас там возгорание прямое произошло в производящей скважины. если коэффициент нагнетания, например, или скорость нагнетания идет постоянно, например, за 6 лет, а уровень нефтеотдачи падает, это вы значите то, что у вас, конечно же, удельная цена на затраты на 1 баррель, конечно, будут возрастать, не становится более дорогой. И вот эта линия здесь, это в данный момент просчитанная стоимость одного барреля нефти на единицу времени. И вы, конечно, должны снижать эти затраты. А если вы можете это сделать, и вы знаете, в какое время максимизировать извлечение нефти, и, соответственно, привязать к этому финансовые показатели, вы можете правильно в таком случае оценивать весь процесс воздухонагнетания в Тусква, в том месторождении, которое в данный момент разработаете. Вот. Тут я... Итак, еще раз. Механистическая модель очень хорошая. Я не собираюсь заниматься рекламой этой книги, о которой я сейчас рассказываю, но материал, который там изложен, очень хороший. А. Итак, и, наконец, что касается операционного управления, я бы хотел, чтобы вы посмотрели вот на эти данные на влажного горения. Вот, посмотрите, эти те данные, которые были сделаны Гарреном и Вайгелом, это с книги Майкла Пратцела. Посмотрите, пожалуйста, вот это сухое горение без воды. Вот это время в рамках эксперимента, то есть нет воды, ни одного кубического фута воды нет, а это профиль, который мы получаем. Это сверхвлажное горение, соответственно. И вот, посмотрите, нефть выходит гораздо быстрее, гораздо быстрее. Просто сравните. Влажное горение с сухой горением. Посмотрите время во временных показателях, какая разница. И из-за того, что она не горит, вы можете получать больше нефти вот в этом месте. Не для всех видов нефти это является нормальным. Вот, посмотрите, это тогда, что происходит, когда вы добавляете воду, каким образом это влияет на процесс горения. Вот это коэффициент, который мы в основном используем, и посмотрите, что происходит. Посмотрите, чем больше воды вы закачиваете, тем меньше воздуха вам необходим. Вот это данные полевых испытаний, предупреденных реальных экспериментов. Итак, еще раз. Я поговорил здесь о некоторых вопросах управления этим процессом, а теперь я бы хотел поговорить о нефтиных полях Техаса. Я могу говорить об этом, потому что это там, где речь идет как раз о финансовом анализе, о финансовых показателях. Я бы хотел поговорить о таких тонких вопросах, касающихся финансовых расчетов. Я постараюсь рассказать вам о процессах воздухонагнетания, процессах нефтедобычи. Вот, посмотрите, это параметр вот здесь на слайде месторождения. Вот цифра должна быть 12, тут просто ошибка. Но в любом случае, итак, о каком месторождении мы говорим? Там примерно где-то 50% нефтенасыщения, но может доходить и до 35 лет. Представляете, если у вас уровень насыщения нефти 35%, это уже интересная ситуация, да? Где-то порядка глубина 2500-2700 футов, соответственно, плотности вот здесь вот показано то же самое. Но это вот достаточно большое месторождение. Не осталось никаких предыдущих скважин, то есть мы должны инвестировать в новые скважины. Вот просто подумайте о том, что происходит. Но много людей бы просто ушли от этого проекта, даже в виде вот таких показателей. Но давайте посмотрим теперь еще раз. Вы должны посмотреть очень внимательно на то, с чем мы имеем дело. Вот я извиняюсь, что вот слайда у меня соответствующие нет, но я вам все-таки хочу рассказать о том, какие вам данные необходимы для того, чтобы провести соответствующий анализ такого месторождения. Но прежде всего, конечно же, вы должны быть все свойства резервуара, это пористость, мобильность и так далее, и так далее, температура, то есть все стандартные характеристики месторождения. Но а вот здесь я чуть-чуть побольше хочу поговорить на эту тему. вот этот слайд. Не волнуйтесь, что тут те методы, которыми я расчетывал, здесь проводил, они совершенно понятны. Особенно связаны с тем, которая связана с увеличением воздуха нагнетания. Вот посмотрите, основные коэффициенты распределения пропорций в воздух, вода. А в обязательном порядке вы должны при проведении финансового анализа смотреть на капитальные затраты. И в этом разделе ваши капитальные затраты, операционные затраты должны вести себя таким образом. Это вопрос философский скорее уже теперь. Вы всем, чем вы должны руководствоваться, это тот объем нефти, которого необходимо извлечь, и какие деньги у вас для этого есть. больше нефти вы должны проинвестировать. И ваша, соответственно, пиковая добыча нефти должна быть предсказана и привязана к вашим финансовым показателям. И, соответственно, капитал для вот этого месторождения, он является функцией вот тех процессов, которые будут протекать в дальнейшем это месторождение. И вот посмотрите здесь, у вас есть все затраты здесь учтены. В Канаде у нас есть выбор. Мы можем либо купить компрессоры, или мы можем взять их в аренду, компрессоры. Я предпочитаю, например, взять компрессоры в аренду. Ну, допустим, они меня будут просить там 55 или 57 центов за единицу производственных расчетов, соответственно, мы можем выбирать, что с ними делать с точки зрения финансов, как учитывать компрессоры в наших финансовых показателях. И вот посмотрите здесь, и, конечно же, с точки зрения уплаты налогов, соответствующих, это нужно учитывать. Ну, вот посмотрите, примеры, которые вам здесь привел. Это единичный случай здесь, и мы говорили уже, это, собственно говоря, такой вот подход, такой философский подход к управлять финансовыми ресурсами, которые у вас есть. Вы делаете соответственные расчеты для одного образца, для одного примера, а потом вы, соответственно, определяете, по какому графику вы будете работать на данном месторождении, сколько таких вот моделей вы будете разработать в год, а потом вам необходимо использовать метод суперпозиции для того, чтобы предсказать, что будет происходить дальше, каким образом происходить процесс нефтедобычи, нефтеотдачи. И, когда в итоге вы все это сделаете, вы получите вот такие примерно картинки, такие графики. Вот это нефтяная кривая. А, ну, вот это не оптимальная квартира, конечно, вам же тут нужно определить пиковое производство вот здесь вот в этой прямой, а вот это вот, соответственно, например, количество лошадиных сил, которые вам необходимо использовать в вашем каприсе, какой мощности он должен быть. Вы не хотите вот здесь вот на этом пике находиться короткое время. Это финансово неразумно. и вот это производство воды, подача воды, но вот эти графики выглядят довольно обещающе в этом конкретном примере. А вот то, что вам необходимо для того, чтобы оправдать свое движение вперед по вот этому методу. А вот, соответственно, кэшфлоу, денежные потоки, это, соответственно, время в годах, периоды времени. Вот посмотрите здесь на этом графике. Вот это здесь, где находятся ваши возможности, потому что вы здесь провели несколько лет с очень невысокими денежными потоками, с очень низкой, высокой стоимости на баррель. Вам необходимо компенсировать все это дело. и в это вы можете получить в следующем периоде. И, ну, очевидно, вам необходимо рассчитывать, соответственно, конечный выход. И вам, вот здесь, вот на этом графике, предсказаны все те данные, которые вам необходимы. Это порядка, например, вода, миллион баррелей в день. И, соответственно, потом начинается процесс горения. Я потом хотел привлечь ваше внимание. Посмотрите сюда. Вот это число. Вот эта вот корреляция, например, здесь есть. Это тот воздух, который вам необходим в кубических, соответственно, футах на кубические фут-породы. Соответственно, показатели, которые здесь есть. Когда, соответственно, обращайте внимание, доходите до этой кривой, просмотрите на производительность, вот, соответствующие градусы EPA, и вот сюда поднимаетесь до 219 позиции. Это на основании данных Шоу Уолтера. Они отличаются, Шоу Уолтера 1963 года отличаются от Гайра Ивайгау, который я показывал раньше. Однако, даже в случае API 25, я все равно получаю 219 кубических футов. Другими словами, все эти эксперименты оказывают, бьются, то есть у нас есть возможность предсказывать соответствующие основные и операционные затраты. То есть, по чему показывают данные исследования 1972 года, справа, Фокал, проводил соответствующие исследования и в Мексиканском заливе, разброс и показал другими словами, вот почему нам необходимо как минимум испытания в трубке горения сухой и влажном режиме для того, чтобы иметь понимание. Другими словами, я хочу сказать, что информация, которая у нас на сегодняшний момент имеется, ее достаточно для соответствующей оценки скрининга. Ну и далее, для того, чтобы просмотреть соответствующие финансовые расходы, посмотреть, как это бьется на ваш возврат, на это приведенная стоимость и так далее. В данном конкретном случае FND, капитальные затраты на баррель составили около 8 баррелей операционные и составили порядка 20 долларов. И это вообще в случае отсутствия первоначально пробуренных скважин. Ну и что очень важно показать, кажется, очень сложно такую оценку проводить, но если это все в Excel забить, рекомендую использовать язык Visual Basic и потом соответствующий. Намного эффективнее использовать кодирование Visual Basic. Вычисление, видите, 70 секунды требуется. Ну а если хотите убедиться, я готов буду вам это показать. Если у вас соответствующая скорость расчетов имеется, то нет смысла дополнительное усилие приложить для оценки резервуаров, ибо тогда вы будете чувствовать себя надежными, убежденными в том, что вы хорошо провели анализ, а не... Ну еще у меня 5 слайдов осталось. Мне кажется, именно так. Ну и потом буду готов ответить на вопросы, если вдруг на это останется время и возможность. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что вот на следующих таблицах, пожалуйста, сконцентрируйте, обратите на них доскональное внимание. Тут вы увидите 4 таблички, покажу, просто вам покажу направление. вот это в случае 20-ти футов песка. 20-ти футов песка, вот это условие трезервора, как мы считаем, вот это вот в случае в высоком или низком, тут все финансовые цифры. Я просто хотел показать ваше внимание на финансовую ситуацию, когда даже изначально пробуренных скважин нет в этом месте. Соответственно, внутренние нормы доходности, ARR, соответствующие операционные цены показаны. Вот центральные колонки, это порядка 200 акров, небольшой, очень небольшой резервуар. Мы тут только ключевые цифры вставили, позволяем все это рассчитать с соответствующими показателями базовыми, и мы ждем, что при 20 футов и толщине соответственно насыщенности мы получаем возврат. Необходимо отметить то, что стоимость бурения в Соединенных Штатах Америки, они очень невысокие на сегодня. Но даже в соответствующих условиях в 35 процентов насыщенности заработать нефтью нефтью не доработать невозможно. Соответственно, нам сразу необходимо понимать, сколько, то есть 20 акров дистанции между скважинами не даст нам возможности к нам получить прибыль, и при уровне нефтеназыщенности в 35 или ниже тоже не получается. вот на это очень важный показатель, на который хотел бы вас обратить внимание. Теперь, как меняет процесс влажное горение? Добавив точка 2 барреля воды на MCF, мы таким образом повышаем внутрь IRR до 145 процентов. Это показатель выше, чем при сухом горении. Если нам совсем не нужно бурить скважин, тогда IRR оказывается на уровне 145. Соответственно, что в данном конкретном случае происходит? То, что влажное горение эквивалентно тому, что эквивалентно тому, что при сухом горении вы работаете в условиях, когда уже все скважины пробурены. То есть финансово это значительно меняет эффективность. И дальше. Эти расчеты проводились при нефти 45 долларов за баррель и 50, то вы видите то, что соответствующая отдача 95 процентов. Другими словами, влажное горение дает вам эффективность, как если на 5 долларов цену на нефть вы повысите на международном рынке. Соответственно, мы сбрасываем затраты на бурение значительно, получаем соответствующий возврат. То есть это выгода от использования влажного горения. Но и здесь, при этих условиях, даже когда вот эти показатели я вам указал. Следующий это при 10 футах песка. То есть все, что вы наблюдаете, отслеживая ландшафт, то, что большое количество точек имеется возможностей для зарабатывания денег при разных условиях. Соответственно, даже если понятно, если у нас условия такие, что 10 футов песка, в определенных условиях денег заработать в принципе невозможно. Тогда смотрим, когда мы получаем слои песка более тонкие, вы получите нефтяных песков, тогда вы сжигаете столько же нефти, а там внутри в поиске ее меньше. Соответственно, если мы снижаем соотношение воздуха к нефти до определенного параметра, тогда вы способны заработать на этом. Вот это один из тех, скажем, рычагов понимания, которые позволяют заработать. То есть даже не столько вопросы стоимости бурения скважины, сколько плотности самих скважин. но и последний один в последнем при нефте, слои нефтяного песка 6 футов, это, пожалуй, самые сложные условия, очень тонкие слои, мало там нефти, вы смотрите, что тут ни в каких условиях денег заработать невозможно, тут никак прибыльную операцию организовать невозможно посредством изменений соответствующих операционных параметров. Даже если вы бесплатно скважины получите, вот представьте себе, то есть вообще бурить не надо, денег все равно заработать не получается в таких условиях. Понятно, на этой мысли я, конечно, завершать не хочу, вот вот это последний слайд, который, если не ошибусь, вот этот слайд рассматривает разные пути получения эффективности от операции нефтедобычи, если мы начинаем комбинировать равные инструменты, то мы видим 6 футовые толщины нефтяной песка, максимальное соотношение воздуха к нефти, повышаем, тогда мы можем достигнуть факторов 32%. Другими словами, я хочу сказать, что теперь комбинирование разных факторов позволяет вам прийти к тем условиям, когда деньги заработать все равно возможно. Это при, соответственно, насыщенности 25%. Соответственно, я тут хочу вас пригласить посмотреть на это и сказать, видите, вы же не можете, исходя из статических критерий, в ситуации определить, стоит инвестировать в развитие соответствующих месторождений или не стоит. Важно использовать аналитические инструменты. Надеюсь, что предложенные мне инструменты будут достаточно полезны. Знаю, что уже достаточно нагрузил, большая вводность информации, но несколько выводов. Мы поговорили о механистическом подходе. Инструмент очень быстрый, не требующий пережевывания всего. У нас уже накоплено сегодня значительный объем знаний для того, чтобы определять направление действий, подсказывать, какого рода экспериментальные работы необходимо проверить в лабораториях отдельных. То есть на сегодня совокупность знаний фрагментированно разбросанных, стараемся собирать вместе. Ну и в завершение хочу сказать, что суть же не в том, чтобы воздух закачивать только под пласты. Вопросы о том, как их реализовывать, перемешать, изменение различных мощностей, подходов, плотности и так далее, для того, чтобы деньги можно было заработать, как начинали. Большое спасибо. Буду готов ответить на вопросы, если дорогие коллеги, будут ли у вас вопросы докладчику, доктору Белгрейву. Торстон Клименс, большое спасибо, Джон, за впечатляющие выступления, вдохновляющие впечатления. Можете ли вы нам подсказать, когда горизонтальные, когда вертикальные, то есть будет ли это сказываться на вашей экономической оценке? Торстон похож, да? Очень хороший момент отметил Торстон. Горизонтальные скважины однозначно повышают экономические показатели, потому что таким образом эффективность охвата пластов повышается более эффективно. я смотрел в данном случае на существующие площадки с уже пробуренными скважинами, вот почему я таким образом это представил презентацию, но вы абсолютно верны, если вы все таки бурите, то горизонтальные скважины будут иметь серьезный код. Я сам горизонтальные скважины как инжекторы бы не использовал, я бы их скорее использовал как добывающие скважины, вот пожалуй я так бы к этому подходил. Еще образы? В продолжение вопроса. А как вы можете не допустить проникновение воздуха в горизонтальную скважину, почему-то в таком случае вы только газ будете получать не воздух, может быть азот, но не нефть? Абсолютно правы в этом аспекте. И если обнаруживаете, ну для начала опять-таки только мои мысли, если мы смотрим на попутные выдуваемые газы практически везде есть попутный газ, должен быть, если в каких-то скважинах имеется добыча нефти с сопопутным газом, а где-то без, тогда необходимо осознавать, что в сторону соответствующих скважин движется фронт горения необходимо предпринимать соответствующие меры. Естественно, в какой-то момент я приму решение о том, чтобы закрыть скважину, не позволю ее продолжать эксплуатировать дальше. Это вопрос экономики. Также вопрос об экономике. Вы говорили о цене закачки воздуха. Не могли бы вы типические показатели озвучить до сравнения? Давайте из опыта поделюсь. Если компрессоры, например, приобретаете, это порядка 3000 долларов на одну уж единую силу, уже когда она установлена. Если вы этих денег тратить не хотите, можете подписать контракт на 5 лет с поставщиками эрликейт, пракси и так далее. И, соответственно, посредством МСЕФ 55% и так далее, они, конечно, заставят вас 5-летний контракт подписать, потому что они хотят таким образом, они могли заработать 15% на инвестированный капитал в виде компрессора. Это четко понятно. Соответственно, вам относительно этого беспокоиться не стоит. Соответственно, вы таким образом из операционных исключаете потребность затраты на компрессоры. Это опять-таки решение об основных фондах? Я не услышал. 55 центов на миллион. Извиняюсь. Извиняюсь. Вы в метрических же единицах на тысячу кубических футов, я сказал. Вы же в России в системе СИ. Здравствуйте. Джон, МС Рофф из HDC&D. Очень хорошая презентация. Большое спасибо. Открыли на новое измерение. Но в целом фундаментальный. Я тут цифренически хочу вопрос задать. Вопрос у меня следующий. Вы в презентации или в литературе до 25, это 30 футов. А что если толщина резервуара порядка 100 футов? Это первый вопрос. Ну и второй, все вычисления на паттерн драйв. Во всех проектах сейчас они переключились на подход лайн драйв. в этом случае все то, что делает Нельсон Маклин в случае она не выдерживает в соответствующих полевых операциях быстрый линейный контурзаводнение. Соответственно, почему так? Потому что все газы будут приматить. Соответственно, ситуация достаточно сложная. И тут уже вопрос. Операторам нужно буквально на опыте набираться этих знаний или как? Можно ваши опыта? Вы тут в свой вопрос очень много чего упаковали. Во-первых, выбора нет, но переключаться только на линейный контурзаводнения есть у вас значительная глубина плотность резервуара. Глубина резервуара. Тут другого выбора просто нет. Во-вторых, если мы говорим о плотных резервуарах, можно закачивать вертикально, а добывающие скважины горизонтально достаточно низко размещать. То есть вертикально невозможно использовать вертикальный резервуар ставить, вертикальные скважины, если необходимо снижать их глубину. Относительно Нельсона Макнила, я тут с вами абсолютно согласен, все, что тут необходимо, это каков необходимый эффективный показатель потока для того, чтобы нефть не полимеризовалась, и так далее. Тут абсолютно... Ну а также относительно толстых резервуаров, 100 футов относительно горения, особенно в случае вертикального вытеснения в толстых резервуарах, хороший аспект, я бы использовал влажное горение, поскольку это позволяет более эффективно использовать добывающие скважины однозначно горизонтально, можно, конечно, сверху внизу, но если горизонтальные скважины будете ниже, тогда вы лучший показатель защиты получаете. Продолжение следует...